С октября прошлого года в Латвии соблюдаются строгие ограничения на проведение групповых тренировок в помещениях для всех видов спорта, за исключением тренировок взрослых сборных Латвии, членов Олимпийской сборной и профессиональных команд высших лиг. Однако недавно Даугупилская городская дума получила разъяснение от Министерства образования и науки, согласно которому, соблюдая все правила эпидемиологической безопасности, тренироваться в закрытом пространстве вместе с тренером сборной смогут и участники юношеских спортивных сборных страны. У нас в городе есть несколько таких случаев, где разрешено тренировочный процесс. Это по женскому волейболу. Это девчонки, которые тренирует наш тренер Жанна Занегина. Она является тренером, сборной тренером, поэтому им тренировочный процесс на Кандовос возможно тренироваться. Также и по боксу. Так как у нас боксеры тоже входят в список, есть боксеров, которые входят в сборную, и Владислав Соколов является тренер сборной, поэтому федерация данного вида спорта, бокса, тоже проводит эти тренировочные процессы. Это ответственность всей федерации, конечно, но и самоправление тоже. Согласно информации, доступной самоправлению, федерации разных видов спорта намерены предложить поправки к действующим правилам кабинета министров с целью разрешить юношеским сборным участвовать в чемпионатах Европы и мира. Это решение, однако, будет напрямую зависеть от ситуации с COVID-19 в Латвии и в ряде других стран. В настоящий момент многие спортивные секции города проводят тренировки вне помещений, на свежем воздухе, в малых группах до 10 человек. Очередной пересмотр правил кабинета министров, касающихся занятий спортсменов в залах, должен произойти до 25 января. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.